Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Им больше улыбнулось, где-то вратарь сыграл, поймал кураж. Соответственно, счет не в нашу пользу, 4-3. Но в целом матч был интересный для зрителей. Был накал, мы пытались вернуть интригу в матче. Соответственно, чуть-чуть нам не хватило, поменяли тактику. В целом все достойно, просто нужно было взять очки и победить. Чуть-чуть не хватило, да. И может быть где-то скамейки, ну и может квалификация где-то игроков. Так в целом все круто, хорошая команда, есть перспективы. Соответственно, надо делать, работать и идти вперед. Чингис, твой комментарий по сегодняшнему матчу. Как любит говорить Максим Михайлов, снова 8 спартанцев с одной заменой. Но мне кажется, это вас наоборот даже сплачивает. Да, полностью согласен. У нас полная заявка сегодня. 8 человек и запасной, я считаю, идеально. Все в порядке, вопросов никому нет. Я считаю, что мы всю игру были лучше. Там много не забили, в конце сами себе придумали. То есть парни сегодня полностью переиграли. Не знаю, заряжены были. Не знаю, что Максим предложил. Может, пока я не видел. Может, там в раздевалке уже карнавал начался. Без меня, пока я здесь. Но я считаю, что мы полностью переиграли соперника. Да, сами себе придумали в конце. В итоге волнение. Приходится кричать, эмоции давать парням, чтобы доиграли матч. Но я считаю, что надо забивать. Очень много могли забить и заканчивать игру. Слушай, хотел спросить, на твой взгляд, кого по сегодняшнюю матчу отметишь? Понятно, что выиграла команда. Все бились друг за друга. Но передо мной тяжелый был выбор. Несмотря на то, что Гуцкий сделал 2 плюс 1. Но мне больше понравился Магомедов. Действительно какой-то сумасшедший матч провел. Хотя он за первую команду не заявлен. Но это пусть мелочи. Но сегодня мне показалось, что он даже достоин сертификата. Твой братишка. Твой братишка. Не, ну, лучший по штрафным. Как бы, да, туда за ворота повыше. Если нужно, как бы, к нему обращаемся. Вот. А в общем и целом, ну, я считаю, что это его лучший матч. Как бы он дозабивал сильным командам. Но сейчас он и принимал мячи, что он, как бы, не всегда от него видим. Он отдавал, сохранял, обыгрывал, забивал. То есть нам такой он нужен. Поэтому и Андрюха, умница, конечно, он приезжает. Он всегда очень сильно нам помогает. Но Мага, наверное, выглядел сегодня намного лучше. Вот. Поэтому я согласен с вами. Слушай, ну, Игутского, да, давай похвалим. Все-таки вчера хорошо он там, у меня есть небольшой инсайт. Вчера он не режимил. Хорошо он на танцполе зарядился, но два забил. Я не помню, чтобы он режимил, конечно. Но где-то в Колпино, да, не режимил. А там в Колпино не нужно. Они без режима всегда в порядке. Там, не знаю, воздух такой, я не знаю. Да, все в порядке. Там режим, не режим, хочешь, не спи. Ну, ты придешь, лучше будешь. Там, Колпино, так, по-другому. Так что скоро перееду. Ну, ладно, не об этом. Андрюха, давай к тебе, да, скажи, пожалуйста, все-таки, может быть, знаешь, Максим Чесноков, да, бессменный ваш руководитель вратаре, сегодня отсутствовал. Как считаешь, сильно его не хватило? Даже с той точки зрения, то, что, да, понятно, был вратарь, Андреев, не буду я сравнивать Андреева и, соответственно, Максима по квалификации. Но вот именно подсказа. Постоянно, потому что Чесноков, он все 60 минут говорит, подсказывает, руководит и заменами. Сегодня, наверное, человека на бровке не хватило. Да, наверное, не хватило. Макс профи, молодец, фанат своего дела. Макса знаю давно. Всегда он любил футбол. И, соответственно, знаю, как он к нему подходит. Ну, можно сказать, да, команда играла без тренера. Вот, Максим дает силу. Тренер, как и вратарь полкоманды. Соответственно, ну, хоть и вратарь у нас сегодня молодец, старался там, много делал, но вот где-то не хватило помощника. Ну, чуть-чуть, да, да. Это важный аспект был в этом матче. Еще скажи, пожалуйста, все-таки, ты, тем более, мини-футболист, действующие данные, знаешь, то, что сейчас во всю турниру идет, но почему все-таки минчики не доехали? Ни Бодров, ни Яковлев, ни, кто еще там, Червяков. Почему отсутствовали? Нет информации? Слушай, слава богу, что не подъехали. Пусть занимаются своими делами. Андрюх, ну, не зря уже пришел, могу тебе сказать. И везде было хорошо. Нормально, ну, наверное, где-то другого. Играли в мини-футбол, скорее всего. Так что, ну, приедут когда-нибудь, вот. Нет, а пока, ну, и без них они, вон, победили. Ну, вот. У нас, соответственно, тоже чуть-чуть нужно, может, кого-то было бы добавить. Вот. Ну, и Макса не было, конечно. Да, понятно. Слушай, чекте вопрос, что все-таки с этой большой, да, колпанской бригадой, Лосенков и компанией. Почему отсутствовали Пономарев? Ну, Пономарев давно уже не появляется. Не знаю, как бы Макс со всеми общается, он им пишет, как бы, как бы, нет, не говорят. Что мне не нравится, скажут, что нет, я не приеду, а говорят, сейчас не могу, постараюсь в другие матчи. То есть, ну, в итоге их нет. То есть, скажите, нет, у нас полная заявка, непонятно зачем, все равно, можно найти ребят, они, может, чуть послабже, но они будут приезжать и помогать, там, может, и меньше будут времени получать. Но нет, никто не может сказать. Все говорят, что не могу в эти выходные, в следующие постараюсь. То есть, вот, Витя, он постоянно играет, видно его желание, он постоянно ходит, он старается. Я очень доволен, там, Макс очень доволен им, что видно, что парень хочет за нас играть, у него большое желание. То есть, не знаю, хочет ДОСТ, приводит до ДОСТа, нет, не знаю, но, как бы, к нему вопросов нет. Паша, Паша ходит, он, ну, вот, действительно, когда он может, он приезжает, помогает нам, как и Андрей Гуцкий, собственно. Вот, что я могу сказать по-колпинским. Еще, наверное, такой один вопрос, как раз уж про ДОСТа зашла речь. Вы, как раз, ваши две команды потеряли таких ярких креативщиков. Да, вы Кузьминского, вы Денисенко. Все-таки как-то обсуждается это их переход в ДОСТа? Может, следите как-то за ребятами, за их успехами, либо, наоборот, что вчера Денисенко не играл, травм получил. Что скажешь, Чик? Ну, конечно, интересно смотреть, как свои ребята там в сильных командах себя проявляют. Следим, да. Да, ну, чтобы прям обсуждать, что-то там, конечно, нету, но в любом случае свои, как бы смотрим, думаю, забил, не забил, там обзор всегда посмотрим на ребят, поддержать, как бы только за. Тебе вопрос это стоит задавать про Денисенко? Да, конечно, да. Я скажу, что когда человек переходит на новый уровень, это его рост, а, соответственно, для нас это победа тоже, что в нашей команде человек достиг, мы были с ним вместе, он ушел на этап выше, мы за него гордимся, радуемся. И вообще, как бы, каждый должен стремиться идти выше. То есть не должно быть, что вот этого мне достаточно. То есть зона комфорта, надо выходить из зоны комфорта, идти дальше, выше, золотое, там, Достоевская, Спартак, Зенит и так далее. То есть не надо останавливаться на одном месте. Высокие цели, только вперед, и только тогда ты будешь расти. Когда ты попадаешь в команду к сильным, у тебя уровень вырастает, и ты, возможно, возможно, если будешь правильно подходить к делу, то ты сможешь быть не хуже их, и ты поймешь в подсознании, что, как бы, ты наравне с ними, ты такой же, как и они, что у них ничего такого нет, просто это команда, сплоченность, выше скорости, ты к этому придешь, если будешь стремиться, и, соответственно, у тебя все получится. Успехов. Пример Саши Иловских, да? Типа того, да. Ладно, на самом деле, поблагодарю я за такие содержательные ответы, да, и Чингиза, и Андрея. Еще раз всем спасибо, поздравлю, топ-дел с победой. Не унывать про Маринова, и Андрюха, тебе почаще приезжать сюда на Заслоново. Ну, на самом деле, да. Все, всем спасибо, первый круг закончен, до свидания.